Приветствую вас. Ну, во-первых, ситуация не очень ясная в том смысле, что у вас есть, вероятно, какой-то, ну, какая-то история того, что с вами произошло. Вот, эту историю вы нам не говорите, вы нам не рассказываете, ну, не рассказываете эту историю, просто говорите, что вы можете себя взять в руки. Ну, тут момент какой, что брать себя в руки, брать себя в руки. Вот можно по-разному понимать этот момент, да, можно по-разному понимать эту историю, когда вы себя берете в руки. То есть, вот, например, я со своей стороны, значит, могу сказать, как для меня выглядит то, что вы пытаетесь, там, брать себя в руки. Вот, как это для меня выглядит. Для меня это выглядит таким образом, что вы пытаетесь себя заставить, вы пытаетесь заставить себя что-то делать, вы пытаетесь себя заставлять. Ну, вот, ну, мне кажется, что идея эта далеко не самая лучшая, мне кажется, что пытаться себя как-то вот насильно заставлять что-то делать, ну, на мой взгляд, далеко не лучший вообще момент, потому что просто, ну, вот, для вас ничего хорошего в этом не будет. Поэтому, первое, на что я бы обратил ваше внимание, это вот кратки на историю о том, что такое взять себя в руки. Второе, это, конечно, подавление, то есть, вот, если вы чувствуете себя подавленный, то подавляет вас. Что это, может быть, речь идет про необраданные остания, может быть, речь идет про что-то еще, да, то есть, ну, могут быть разные моменты. Но, вот, вопрос, наверное, все-таки он такой. Вопрос, он, наверное, все-таки такой. Раньше вы не были такой, сейчас вы такая, соответственно, что-то изменилось, что-то поменялось, вот, ну, не знаю. Надо разобраться в том, как раз, что именно поменялось, что именно случилось. Потому что то, что вас подавляет, например, это достаточно серьезная ситуация. То есть, ну, то, что вас подавляет, это достаточно серьезная и важно. Пока на вас будет влиять то, что вас подавляет, ситуация не изменится. Потому что, потому что вас это будет подавляет снова и снова. И, соответственно, чем-то заниматься у вас тоже может не получиться. Просто потому, что постоянная подавленность и ресурс ограничен, соответственно, нет возможности что-то делать. Так что тут нужно очень деликатно и внимательно смотреть на то, что с вами происходит, на то, как это с вами происходит, на то, как вы к этому пришли. Не всем людям, но многим мешает этот момент, когда они думают, что раньше они были другими. Это такая, знаете, попытка вернуться в прошлое. На постоянной основе. То есть, игнорирование определенных изменений, игнорирование определенных перемен в жизни тоже ни к чему хорошему не приводит. Потому что амбициозность это здорово, амбициозность это хорошо, амбициозность это великолепно. Но, как мне кажется, все-таки это то, что... Должно быть подкреплено чем-то. Если это ничем не подкреплено, то какой от этого смысл? Так, да, да, амбиции без подкрепления, амбиции без каких-то возможностей, амбиции без каких-то вот, скажем так, идей. Ого, ну это... Это немножко... Странно... Как... Как... По мне... И это не совсем... Справедливо... По... Отношению... К вам. Вот. То есть это вот, эээ... Такой аспект, он... Должен иметь место быть. Достаточно вас. Эээ... Так. Постоянная подавленность. Я пробовал заняться дабилами. Она же не была таким. Ну, вот, эээ... Давайте немножко обратим внимание на то, какими конкретными делами вы пробовали себя заняться. Ау... То есть, ну... Что конкретно вы... Эээ... Пытались сделать, да? Чем конкретно вы занимались. Эээ... Вот. И... Прочее. То есть это... Эээ... Ну, тоже... Такая достаточно... Важная... Эээ... Эээ... История. Такая. Достаточно. Тоже. Эээ... Важный момент. Эээ... Потому что... Напрямую... Эээ... Это... Влияет... На... То... Как вы ведете себя. Напрямую влияет на то, как вы организовываете... Ээээ... Свой... Ну, свой... Скажем... Эээ... Эээ... Быть, да? Свою... Свою реальность, которую вы живете. Эээ... Эээ... Очень... Важный... О... Аспект... Эээ… Эээ... Уоот... Эээ... Эээ... Мне... Эээ... Ээээ... Ээээ... Ээээээ... Показав... Показав... Что... Ээээээ... Ээээ... Чувствуете вы... вину, мне вот кажется что я ощутил у вас вот это вот чувство, чувство такое, такое вот чувство, чувство вины. Вот и если это правда, если это правда, если вот правда вы чувствуете вину, то ничего хорошего в этом тоже нет. С чувством вины в таком случае нужно работать. Чувство вины в первую очередь это чувство долга, вот, то есть вот, что является таким определяющим фактором чувства вины, это долг, ощущение того, что я, ну, что я, я должна, вот, ощущение того, что я обязан. То есть это вот, в принципе, то, что делает вас, ну, вот, в какой-то степени, наверное, не свободны. Вот, ну, потому что, когда есть долг, нет какой-то вот спонтанности в своих, ну, своих издействий. И, соответственно, это превращает любое занятие человека в определенную рутину, к сожалению, опять же. Что-то, то есть такой, весьма неприятный момент. Ну, я бы сказал, что чувство вины так же связано. Очень плотно и очень тесно все подавлено. Агрессии, вот, то есть когда-то вы подавили себе. Агрессии, то есть такое вот чувство, значит, сопротивления некой инвазии, да? То есть это инвазия, это вторжение ваших границ личных. Вот, инвазия, это нарушение вашей, ну, грубо говоря, там, целостности, скажем так, допустим. Это будет для примера, например. И чувство вины это вот оно, соответственно, здесь имеет смысл. Поисследовать ситуацию, поисследовать вопрос. И постараться помочь вам, ну, может быть, опыскать, найти. И себе вот то, что Ваня потеряла, да, грубо говоря. Вот. Ну, это задача для психотерапии. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!